Но почему у нас повсеместно строятся эти дома торжеств, рестораны, плюс всякие салоны красоты и парикмахерские, но не строятся заводы, какие-то фабрики, вот это серьезный вопрос. Потому что для них, для Кадырова, для них достаточно этого, эти дома торжеств, рестораны, это места, ты победишь там где-нибудь соревнования, вот тебе подарят машину, у тебя будет квартира, высотки, все, ты будешь популярен, известен, ты будешь востребован, это успех. А, разумеется, любой молодой человек, он стремится к успеху, да и не только молодой, в принципе, человек, он устроен так, он стремится к успеху. Почему в Чечне строятся парки, а не заводы, фабрики? Я бы, вопросы с парками, их бы проводил бы, значит, сравнение, аналогию не с заводами, это немножко неправильно, потому что парки, они не дают какой-либо общей, ну это не промышленность, да. Парки, они в принципе, вот парки, надо, наверное, проводить аналогию, почему парк, а не там жилой комплекс, допустим, вот так надо ставить. Вот лучше, чем парк здесь, лучше бы построили бы, например, несколько многоэтажных домов. Или наоборот, чем вот эти вот несколько многоэтажных домов, лучше бы здесь построили бы парк или сквер. В этом ключе должен проходить спор. А вот с заводами здесь правильнее будет спросить, почему строятся рестораны, какие-то дома торжеств повсеместно, у нас они раскинуты по всему городу, ну и по таким нашим крупным городам. Надо сказать вообще, что у нас чеченцы, в принципе, преуспели в этом бизнесе, я хочу отметить. Сейчас вот по поездив по странам Европы, я респектую чеченцам, рестораторам, реально у нас в Чечне очень крутые рестораны. Да, в Европе нет ничего подобного, я отвечаю. То есть здесь в Европе ресторан это нечто, знаете, пришел там, покушал, ушел. В Чечне ресторан это ты можешь, ты туда приходишь отдыхать, ты приходишь там жить, это очень как бы атмосфера, уют, все там создают. Очень круто, не говоря уже там о самой кухне. Но почему у нас повсеместно строятся эти дома торжеств, рестораны, плюс всякие салоны красоты и парикмахерские, но не строятся заводы, какие-то фабрики. Вот это серьезный вопрос. Потому что для них, для Кадырова, для них достаточно этого. Эти дома торжеств, рестораны, это места, куда они смогут приходить и тратить деньги, которые у них есть, у народа их нет, у них есть. Они смогут там тратить деньги, отдыхать. Там же эти же рестораны будут принадлежать их людям, аффилированным с ними. Работать там будут также их люди. То есть, в целом, для них это нормально. Они свою жизнь, такую внутреннюю экономику у себя создают. Капиталы у них крутятся вот так между собой. Эта экономика работает чисто для них. Но народ в этой экономике не участвует, потому что у людей нет денег посещать эти рестораны, справлять свои свадьбы в этих домах. Торжеств у людей этого всего нет. Поэтому здесь, да, конечно, для людей было бы полезно, если бы создавалась какая-то промышленность. Чтобы строить фабрики, нужно иметь грамотное население. Даймлер не построит фабрику там, где детей учат не физики и математики, а учат религии. Отчасти права, но я бы здесь сказал не религию, вот это оставил, потому что как раз-таки обучение религии подразумевает обучение и всем наукам. Религия побуждает к обучению именно, к научному развитию. То есть проблема здесь, если мы говорим о Чечне, проблема не в том, что там учат, учили бы там лучше религию. В Чечне сейчас проблема в том, что религии не учат. Вообще нет правильных знаний, не дают правильные убеждения. Если бы в Чечне учили религии, то молодежь в Чечне, она бы сейчас не стремилась выступать в ММА. Не в спортзалах, где-то повсеместно все сидели бы мечтая побить там рекорд Хабиба Нурмагомедова или еще там кого-то. А они бы как раз-таки изучали бы физику, математику, астрономию, астрофизику, высокие технологии и так далее. Развивались бы в этом направлении. То есть отчасти, конечно, было правильно, но здесь чувствуется некая исламофобия. То есть у людей все завязано с ненавистью к исламу. Типа вот там религия. Как раз-таки проблема в отсутствии там религии, в отсутствии обучения религии. Из-за того, что там в Чечне навязывается культ силы, культ вот этого ММА. То есть вот если ты боец, то ты успешен. Ты победишь там где-нибудь соревнования, вот тебе подарят машину, у тебя будет квартира, высотки, все там, ты будешь популярен. Известен, ты будешь востребован. Это успех. А разумеется, любой молодой человек, он стремится к успеху. Да и не только молодой. В принципе, человек, он устроен так, он стремится к успеху. И пока ты не сделаешь так, что знание – это успех, что ты, значит, что-то создал там какую-нибудь, я не знаю, защитил там какую-нибудь теорию. Или выиграл какую-то олимпиаду по математике и так далее. Вот тебе машина, квартира. Вот за знание тебя поощряют, пока вот это не появится. И это не значит, что мы не должны как бы спорт поощрять. Да, пожалуйста, спорт тоже поощряй. Но делай это параллельно, а не отдельно. Не выделяй именно спорт. Вот тогда будут люди, будет знание. Но еще и вопрос с промышленностью, он все-таки не обязательно завязан на вот эту науку, о которой мы говорим. Во-первых, промышленность бывает и не обязательно высоко, там какая-то научная. Она может быть и не какой-то высоконаучной. И она будет востребована. Это все-таки то, что нужно для экономики, для того, чтобы у людей были рабочие места. И вообще, чтобы республика была самодостаточной. Я думаю, Кремль целенаправленно поощряет эту политику. А где-то, может быть, даже препятствует строительству, промышленности. Чтобы республики Северного Кавказа были постоянно зависимы от дотаций. Это предотвращает их стремление к свободе, к независимости. Это какие-то сепаратистские настроения исключает. То есть, все больше и больше людей говорят, а что мы будем делать, а вот если не будет денег. То есть, постоянно вот этот вопрос возникает. А если мы будем самодостаточными, то все больше и больше людей будут думать о том, а зачем нам эти дотации, у нас все есть, мы сами в состоянии. Я думаю, нам специально не дают почувствовать себя самодостаточными. Субтитры создавал DimaTorzok